17 часов местное время. В эфире Вести Ульяновск. В студии Владислав Витковский. Добрый день. Смотрите выпуски. Нештатных ситуаций не допустят. Проведение новогодних праздников обсудили в правительстве. И снова рыбаки. 11 человек сегодня унесло на льдине. А доступна ли медицинская помощь на селе? Ответ искали активисты ОНФ. Встретить Новый год и не попасть в беду. Экстренные службы готовятся обеспечивать безопасность в дни праздничных торжеств. Ради этого сегодня провели совместное заседание антитеррористической комиссии, оперативного штаба и главного управления МЧС. Сейчас все ведомства усиленно готовятся к массовым новогодним и рождественским гуляниям. В школах, больницах и детсадах проводят разъяснительную работу с персоналом, проверяют сигнализацию и планы эвакуации. В зоне особого контроля учреждения культуры. Именно там пройдет большинство праздников. У нас приличное количество мероприятий, как вы сами говорите, в закрытых помещениях. Как это тоже будет сделано? Чтобы, так сказать, там не зашел какой-нибудь, еще раз говорю, негодяй, который может пройти прямо в помещение и там, не дай бог, что-то совершить. В местах массовых гуляний на дежурство заступят сотрудники правоохранительных органов. Устречать праздники во всеоружии также готовятся медики, спасатели и пожарные. Последние приводят печальную статистику. В разгар праздничных торжеств количество несчастных случаев резко увеличивается. Данные за прошлый год это подтверждают. В период с 1 декабря по 31 января, только вот за два месяца, именно когда начинается отопительный сезон, новогодние мероприятия, произошло 318 пожаров, на которых погибло 20 человек. Хотя при этом за целый год погибло 77 человек. Сейчас сотрудники надзорной службы проверяют места продажи пиротехники. Торговые точки, где фейерверки сбывают с нарушениями, будут закрыты. В саму же новогоднюю ночь все службы будут дежурить в усиленном режиме. Главная задача сделать так, чтобы дата запомнилась только с положительной стороны. В Ленской области вновь оторвалась льдина с рыбаками. ЧП произошло сегодня в 11 часу на Волге возле села Мордова Сенгелеевского района. Сразу 11 человек оказались отрезаны от берега. К месту происшествия незамедлительно была направлена группировка сил и средств в количестве 7 человек и 3 единиц техники. Из них одно плац средства. На первоначальном этапе спасением рыбаков занималось местное население с помощью лодки. По прибытию судна на воздушной подушке была оказана вся необходимая помощь по доставке рыбаков на берег. В результате происшествия никто не пострадал. Медицинской помощи рыбаки не нуждаются. Спасатели в очередной раз напоминают, что сейчас опасно выходить на лед. Ни в коем случае нельзя делать этого в темное время суток и при плохой видимости. Рыбакам стоит находиться друг от друга на расстоянии 3 метров и обязательно иметь с собой средства спасения. Например, два прочных заостренных металлических штыря с удобными ручками. С силой втыкая их у лед можно вытянуть себя из воды. В региональном отделении ОНФ обсудили вопрос закрытия круглосуточного стационара в Нижних Тимирсианах. Напомню, с нового года в районной больнице хотели от него отказаться. Но местные жители против подобной оптимизации. В то же время в редакцию поступают аналогичные сигналы из других районов области. Тему продолжит Эдуард Истомин. Нижняя Тимирсианская больница в поле зрения ОНФ. Накануне круглого стола его активисты побывали на месте. Они интересовались мнением сельчан, медперсонала и управленцев от медицины. Речь о закрытии круглосуточного стационара. И вот резюме. Предполагается вообще-то сделать банк, если так по большому счету. Население должно получать качественную медицину. Там, где есть оборудование, там, где высококвалифицированные специалисты находятся. Это находится в данной ситуации в районной больнице. Койки в стационаре сестринского ухода, убеждают чиновники. Они для палеотивных больных, которых нет. Вместо них обычные пациенты, которые на ночь уходят домой. А раз так, то достаточно дневного стационара. Будет дополнительный доктор. Появятся койки дневного пребывания. Давайте посмотрим, будет ли это удовлетворять население. Районный депутат Александр Сидоров не согласился с коллегами. Он указал на удаленность других сел от нижних тимирсян. Ходить за 3-9 земель пешком, считает депутат, в дневной стационар пенсионеры не смогут. Плюс с транспортом беда. Но мы должны не только слушать, но и слышать нашего президента. Что местные чиновники рвутся оптимизировать непонятным образом медицинские учреждения, при этом не слышат мнения населения. А сейчас мы им сделаем подарок в виде закрытия класового стационара. Почему должны страдать люди? Если отсутствует финансирование, надо искать финансирование. О ситуации с нижних тимирсянским стационаром знают и областные законодатели. Солидарное мнение по поводу его закрытия прозвучало перед последним заседанием ЗАГС собрания. Несмотря на желание главы администрации района и главного врача, это еще не говорит о том, что народ не услышан и круглосуточный стационар в этой больнице будет закрыт. Губернатор уже свое мнение высказал. И всем дал команду ничего не трогать. Вы людей сначала послушайте. В ситуации с нижними тимирсянами не единична. В ходе подготовки к последней прямой линии с губернатором Сергеем Морозовым от жителей области пришли другие жалобы на оптимизацию. Особенно впечатляют вопросы с барыша. В старой Тимушкинской больнице всех сократили. Остались педиатры-стоматолог. Терапевта нет. Барыши к нему не пробьешься. Очередь в 50 человек. С инсультом отправляют домой. Есть также новости из Сурского. Здесь в райбольнице якобы собираются закрыть инфекционное отделение. Но глава региона положил конец недомолвкам и слухам. Сделал это во время рабочего визита в район. У нас стоит задача, которая озвучена была нашим президентам. О развитии здравоохранения. А не пуску кошек. Наше дело тем более поддержать его. Поэтому никакого инфекционного отделения закрывать цикл не будет. И передайте всем, чтобы дать никаких распределений, разговоров не проходить. Бич пожилых сельчан – это сердечно-сосудистые заболевания. И отдаление медицины – это удар по правилу золотого часа. Именно в это время можно реально помочь пациенту с инфарктом либо инсультом. Почему у нас, например, за 8 месяцев 8% рост нет на сердечно-сосудистые заболевания? Был бы губернатор, он бы сказал, столько денег ввалили в эти сердечно-сосудистые центры. Вот, где результаты? Но вот ирония судьбы. В оптимизацию сельской медицины заигрались тогда, когда строились эти центры. Об этом знают и в темирсианском поселении. Может, поэтому люди так сильно цепляются за круглосуточный стационар? Эдуард Истомин, Герман Баранов, Вести Ульяновск. Накануне в Москве прошло итоговое в этом году заседание Госкомиссии по борьбе с контрафактом. С 1 июня следующего года будет введена маркировка ряда молочных продуктов. А сегодня меры по обеспечению поставок безопасных и качественных продуктов обсудили в 73-м регионе. О том, как в области борются с фальсификатом, расскажем прямо сейчас. Лаборатория Центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Здесь проверяют продукцию, которая скоро окажется на прилавках и в социальных учреждениях. Главный критерий – беспристрастность. Все пробы шифруются, чтобы исключить человеческий фактор. Есть перечень особо опасных заболеваний, которые входят. Это у нас и бешенство, и ящер, и чума. То есть мы вот это исследование, постановку диагнозов, согласно нашей лицензии работы, лицензии, которая выдана на 2-й, 4-й группу патогенности, мы имеем право подтверждать и выявлять заболевания. На особым контроле молочная продукция. Сначала проводится органолептическая оценка. Проверяют вкус, цвет и запах. Затем измеряются микробиологические показатели. Исключается патогенная микрофлора. Далее молочную продукцию проверяют на наличие генных модификаций. Кроме того, часто фальсификат содержит растительные жиры. Поэтому и этот показатель на особым контроле. Постоянный мониторинг позволил улучшить показатели по области. В шесть раз уменьшилось количество оборота некачественных и фальсифицированных продуктов питания в целом на продовольственном рынке Ульяновской области. Вот мы сейчас возьмем последний год нашего анализа. На 23% в социальной сфере уменьшилось количество оборотов фальсифицированной продукции. На мой взгляд, это очень хорошие цифры, которые сегодня достойны внимания. В последние годы в стране сложилась серьезная ситуация по лейкозу крупного рогатого скота. Впрочем, здесь 73-му региону есть чем гордиться. В этом году ветеринарам области удалось полностью оздоровить поголовье. Причем не только благодаря ужесточению технического регламента. Важную роль сыграл наш проектный офис, что в течение трех лет он был у нас утвержден в ведомственный проектный офис. Были выделены средства с областного бюджета. Была четко поставленная программа поздравлению поголовья. И результат мы сегодня имеем то, что имеем. Что сегодня производители молока вправе сдавать свою молочную продукцию на переработку. Есть и другие поводы для гордости. В социальной сфере 98% мясной продукции и 100% хлебобулочной местного производства. Планы на следующий год повысить этот показатель по растительной продукции, а также молочным и крупинным изделиям. Продолжат бороться и с фальсификатом на прилавках магазинов. Я думаю, что мы в следующем году усилим данное направление. С точки зрения защиты потребителей продолжим работу по добровольной сертификации производителей продукции, которые представлены в наших прилавках. И я думаю, что все-таки это послужит очень хорошей помощью нашим землякам, для того, чтобы они выбирали определенный выбор в пользу качественного производства. Екатерина Лазарева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна получит деньги на обновление мастерских для людей с ограниченными возможностями здоровья. Учебное заведение постоянно в числе передовых, и многие победы достигнуты в том числе и студентами с инвалидностью. Ирина Шмыгова подробнее. Еще со школы Маша Узюкина мечтала стать швеей. После девятого класса поступила в техникум. Каждый день она кропотливо работает на уроках кройки и шитья. Признается, что дается ей это нелегко. Но на помощь всегда приходят одногруппники и преподаватели. Все мысли их просят, они могут помочь. Подойдут и помогут сделать то, что я неправильно сделаю, они мне переделывают. Скажут, переделай. Покажут, как я сделаю. Я рада, я выбрала свою профессию. Такие, как Мария, в техникуме не чувствуют себя особенными. Здесь создают все условия для того, чтобы инвалиды получали профессию наравне с другими. Они также и среди студентов-лауреатов региональных и всероссийских конкурсов профмастерства. Благодаря многократным победам в следующем году техникум получит 20 миллионов рублей из федерального бюджета на обновление мастерских. Это для лиц смешанных на залоге с различными нарушениями. Это и усилители звука, это и модульные компьютерные классы переносные. Это специализированный класс, где они будут обучаться и иностранным языкам, и в то же время как линкофонный кабинет, и технологиям, и IT-технологиям. Это прежде всего возможность обучаться, проходить обучение уже на более современном оборудовании, которое в настоящее время используется на рабочих местах, которые они займут после окончания своего учебного заведения. Финансовая поддержка стала возможной благодаря реализации национального проекта образования. Участвовать в конкурсах на получение субсидий могут все профессиональные образовательные организации региона вплоть до 2024 года. Песни и романсы из любимых российских кинофильмов прозвучат 22 декабря на сцене Большого зала Ленинского мемориала. С концертом «Твои глаза зеленые» в проекте «Очарование романса» выступит Ульяновский государственный губернаторский оркестр русских народных инструментов. Точкой отсчета в программе станут фильмы 60-70-х годов. Затем прозвучат песни из картин Гайдая, Рязанова. Мы хотели охватить максимальное количество разных фильмов, разных направлений, разных годов. Безусловно, мы к новогодним фильмам тоже обратились. В частности, прозвучит у нас разговор со счастьем из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Ну, хоть фильм как бы и может быть не про Новый год, но уже традиционный, его показывают 31 декабря, поэтому ассоциация, конечно же, есть. В прекрасный мир музыки, советского и российского кино зрителям также помогут погрузиться голоса известных ульяновских исполнителей, например, баритон заслуженного работника культуры Ульяновской области Владимира Самарева. Судьбе шепьем! Судьбе шепьем! Судьбе шепьем! Судьбе шепьем! Мерси ваку! Мерси ваку! Мерси ваку! Заглянуть вглубь известных и дорогих сердцу отечественных кинолент и прикоснуться к именам замечательных композиторов, авторов музыки к этим фильмам можно будет 22 декабря в 17 часов в БЗЛМ. Уже завтра в 8.40 в прямом эфире телеканала России смотрите продолжение цикла откровенных разговоров с губернатором Ульяновской области. В этот раз в нашей студии разместится елка желаний с вашими вопросами и мечтами. Итак, завтра в 8.40 откровенный разговор. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра. А у меня на этом пока все. Встретимся в 20 часов 44 минуты по местному времени и подведем итоги дня сегодняшнего. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, ночью сильный, днем умеренный. Температура воздуха ночью по области минус 7, минус 12. В Ульяновске от 7 до 9 ниже нуля. Завтра днем по области минус 2, минус 7. В Ульяновске от 4 до 6 ниже нуля. На дорогах гололедица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин